уважаемые козероги всем доброго времени суток я приветствую вас на канале ого таро меня зовут ольга и сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на апрель месяц что ждет вас в этот весенний период расклад общий он подойдет и женщинам и мужчинам и тем кто в паре и тем кто пока в свободном поиске хочу напомнить что те кто знает свой асцендент если он у вас высчитан правильно то это таро прогноз вы можете смотреть как по асценденту также и по солнечному знаку и то и другое верно но асцендент считается более точным у вас может что-то срезонировать в обеих знаках таким образом у вас будет больше информации для анализа сегодня я буду работать 12 домами гороскопа то есть будет в раскладе 12 основных карт и также 13 карта совета хотя сам по себе расклад уже для вас как одна большая подсказка и благодаря полученной информации очень многое вы можете в своей жизни менять корректировать и заранее себя от чего-то перестраховать если о чем-то знаете наперед для начала я просмотрю что с вами происходит на момент просмотра о чем вы думаете что на вашей душе и что на вашем сердечке если понадобится карты дополнения я также буду брать и дополнительные для того чтобы ситуацию рассмотреть более глубоко и детально колода готова и я думаю что можно уже начинать и так что же с вами происходит на момент просмотра о чем вы думаете что в вашей душе и что в вашем подсознании и теперь по порядку начинала выкладывать все 12 домов гороскопа ваш первый дом уважаемые козероги все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению начнем с того что же происходит с вами на момент просмотра для вас выпала карта восьмерки мечей карта восьмерки мечей это холодная острая карта которая говорит о том что на сегодняшний день вашей жизни существуют какие-то проблемы переживания кому-то из вас может казаться что вы находитесь как будто бы в коконе как будто бы в замкнутом пространстве и для вас важно обрести вот эту желаемую свободу делать то что вы хотите делать так как хотелось бы вам но по этой карте над вами что-то может давлеть из внешнего мира какие-то факторы которые вас ограничивают в ваших действиях по этой карте вы ищите выход ищите его болезненно из-за чего-то переживаете эта карта может говорить и о том что у кого-то есть и психологическая подавленность но вы даже из вот этих состояний пытаетесь вырваться вы не хотите депрессировать вы хотите что-то менять давайте посмотрим что на вашей душе на вашей душе карта пятерки кубков эта карта семьи дома но к сожалению эта карта говорит о разочарованиях то что касается и личных отношений и ближайшей дружбы то что касается быта повседневных забот из-за чего то у вас могут опускаться руки вы не чувствуете рядом поддержки вы не чувствуете чтобы вашей семье кто-то для вас являлся единомышленником это старые обиды которые могут не давать вам покоя но эта карта в позитиве говорит о том что очень многое вы все-таки можете исправить вы сейчас живете больше прошлым настоящим но нужно жить уже будущем и пытаться что-то поменять возможно даже на сложную ситуацию нужно посмотреть просто по другим углом и вы даже в негативе сможете увидеть позитивные стороны из тех затруднений в которых вы на сегодняшний день оказались у вас есть как минимум два выхода два направления которые вы можете использовать если оглянетесь немножечко по сторонам что вашем подсознании что возможных тайнах для вас выпала карта рыцаря кубков но в данном случае этим рыцарем является женщина если говорить о женщинах козерогах конечно вам хочется творческого развития вам хочется любви вам хочется женского счастья но в то же время вам нужно реализовать свои амбиции и показано что вы женщина с характером если говорить о мужчинах то в вашем сердечке также может быть дама та женщина которой вы имеете какой-то интерес от этой женщины что-то вашей жизни зависит возможно вы влюблены в какую-то даму женщина красивая чувственная умная но в то же время амбициозная от этой дамы также что-то может зависеть в вашей судьбе давайте теперь посмотрим что происходит в вашем первом доме первый дом расскажет о движущих энергиях всего апреля месяца преобладающих энергиях и для вас первой картой выпала практичная карта пажа монет это младший аркан но тем не менее эта карта действия и она говорит о том что многие из вас готовы работать готовы в чем-то проявить терпение вы очень упорные вы трудолюбивые к трудностям вам не привыкать и если у вас есть цель вы всегда к ней идете многих из вас эта карта показывает как людей пытливых которые для себя ищут какую-то важную информацию но больше эта информация касается заработка работы возможно образование кого-то из вас эта карта может показывать как людей способных впитывать знания то есть вы можете быть учениками в любом возрасте и в чем-то себя развивать но на все это нужны деньги на все это нужны вложения шаг за шагом вы идете к своей цели медленно но уверенно эта карта людей очень практичных и прагматичных несмотря на то что в недавнем прошлом у вас были какие-то неудачи финансовое положение оставляет желать лучшего вы верите в свой потенциал вы не такие простые какими можете показаться на первый взгляд другим людям у вас всегда есть какие-то козыри в рукавах и это то что вас делает сильными карта очень принципиальных людей давайте теперь посмотрим что будет происходить в вашем втором доме также по этой карте добавлю что деньги заработок к вам поступать будет но это не большие деньги но вы в чем-то будете пытаться развиваться вы желаете свои финансы увеличить что происходит в вашем втором доме во втором доме мы видим карту пятерки жезлов этот дом отвечает за ваше имущество и также за материальное поле которое вы создаете сами то есть и деньги которые вы можете заработать пятерка жезлов эта карта борьбы и войны карта интриг это карта чьих-то действий за вашей спиной и в эту борьбу вы втянуты вольно или невольно хотите вы или не хотите вам приходится защищаться если это ваша семья то может быть кто-то претендует на что-то из наследства то что касается имущественных вопросов здесь могут быть какие-то провокации для того чтобы вывести вас на какие-то разговоры но заканчиваются они спорами для тех у кого пока нет ничего своего эта карта предполагает то что вы боретесь но слишком много помех из внешнего мира если кто-то знает о ваших планах то эти люди вам могут завидовать и сознательно вам кто-то в чем-то может препятствовать несмотря на то что вам создают различного рода преграды я вижу что рано или поздно вы сможете чего-то добиться вы сможете заработать и то что вы приобретете в будущем будет вас очень радовать то что касается финансов и рабочих моментов здесь тоже очень много интриг и сплетен это конкуренция но это здоровая конкуренция когда каждый отстаивает свои интересы и когда кто-то друг другу не уступает то есть в работе в делах могут быть какие-то трения и конечно же эта карта может говорить о происках конкурентов давайте посмотрим что будет происходить с вами на начало апреля месяца буквально первая неделя полторы мы видим карту старшего аркана мира одна из лучших карт старших арканов карта обновлений карта чего-то нового она говорит о том что многие из вас уже чего-то в этой жизни добились уже у вас есть определенный уровень но ваша душа требует обновлений ваша жизнь также требует обновлений и серьезных реконструкций эта карта вам дает зеленый свет для многих начинаний это карта соцсетей вашей социальной активности эта карта ваших возможностей у вас может быть много друзей как старых тех кого вы знали ранее также и тех кто сейчас может войти в вашу жизнь благодаря этим людям что-то в вашей жизни меняется вы показаны как человек который не разрушает а наоборот способен преобразовывать гармонизировать любые процессы за это вас многие уважают за это вас ценят именно поэтому к вам тянутся и с вами будут желать сотрудничать другие люди то есть вы интересны другим вы личность которая богата идеями вы человек который уже умудрен жизненным опытом и вы уже имели определенные достижения совершенству нет предела и в чем-то вы можете развиваться в чем-то можете совершенствоваться в общем то эта карта говорит о том что на начало этого периода у многих дела будут идти довольно таки неплохо эта карта может предполагать и дороги связаны для кого-то с работой то есть и рабочего рода командировки для кого-то эта карта может просто говорить о том что у вас или много разъездов или много общения а также это могут быть друзья на расстоянии для кого-то это могут быть зарубежные коллеги то что касается вашей ближайшие родни конечно же вас любят ценят к вам тянутся с вашим мнением считаются и ваше слово как правило во многих ситуациях бывает последним то есть последнее слово за вами что происходит в вашем собственном доме под крышей которого вы живете ваш собственный дом выпала стабильная материальная карта шестерки пентаклей а это говорит о том что заработать вы сможете деньги в дом принести вы сможете эта карта говорит о том что денег не так уж много но их достаточно для того чтобы реализовывать задуманные планы для того чтобы без проблем погашать какие-то долги или кредиты если они у вас имеются эта карта также может предполагать то что вы кому-то из близких еще готовы помочь тем кому хуже вас тем кто в этой помощи нуждается то есть эта карта говорит о благотворительности даже если вы в силу каких-то причин и обстоятельств не работаете эта карта взаимовыгодного обмена энергиями поэтому кто-то в вашем доме будет вас и финансово поддерживать без денег вы не останетесь на все текущие расходы деньги у вас будут и даже немножечко больше кто-то готов вкладывать деньги в свой дом в имущество вы думаете о каких-то покупках и приобретениях возможно вы хотели бы не выходя из дома зарабатывать и именно вот эту идею возможно кто-то из вас развивает в связи с этим у вас очень много страхов сомнений но у вас многое должно получиться давайте посмотрим что происходит в вашем пятом доме 5 дом отвечает за ваши хобби романтические отношения за ваши взаимоотношения с детьми и также за зачатие для тех для кого это актуально карта ту закупков конечно эта карта свиданий встреч романтики любви и у многих вот эти встречи и свидания будут вы как бы балансируете теми деньгами которые у вас есть потому что на все их как будто бы не хватает вы разрываетесь вам нужно успеть и тут это и там но при правильном подходе у вас все получится и вы все везде успеете в любви эта карта успеха в любви эта карта признания для кого-то это абсолютно новые знакомства а для тех кто встречается конечно же ваши отношения будут развиваться это влюбленность это эмоциональность это поддержка со стороны партнера и вы будете ее ощущать это взаимность и притяжение если говорить о ваших хобби и увлечениях то в этом месяце у вас появится даже время на это для кого-то это возможно в корне новый проект который вы только будете запускать кто-то из тех кто вас любит будет вас поддерживать для тех кто уже раньше развивался ваше развитие продолжается но даже в старых процессах возможны обновления новый творческий подход новое видение новые благоприятные обстоятельства которые способствуют вашему развитию чем я вас и поздравляю если говорить о зачатии у тех у кого с этим проблемы и вы мечтаете о ребенке по этой карте конечно же возможно зачатия апрель месяц будет для вас благоприятным у вас должно получиться то что касается здоровья возможно нужны какие-то дополнительные обследования но ничего серьезного я не вижу вам больше мешают ваши внутренние страхи и комплексы того что что-то не произойдет или того что что-то не получится то что касается ваших деток у кого есть детки это искренняя любовь и привязанность к вашим детям и это взаимные чувства то есть ваши дети отвечают вам тем же в чем-то вы радуетесь за своих деток за их успехи за их развитие в этой жизни для тех у кого маленькие дети я вижу что вы им отдаете всю свою душу все свое сердечко развиваете их творчески давайте заглянем теперь в дом повседневных забот в дом повседневных забот выпла карта двойки пентаклей это карта материальная и она говорит о том что многие пытаются ухватиться за дополнительный заработок за дополнительные возможности вы всегда стараетесь отвечать на все телефонные звонки быть в центре всех событий то что касается денег заработка работы несмотря на то что есть и недоброжелатели вы все это можете контролировать сложности есть потому что мы видим человека который идет по раскаленной дорожке но насколько вы сильны внутренне вы очень часто не обращаете внимание на свою усталость на какие-то лишения многие способны вести аскетический образ жизни и к чему-то приспосабливаться хотя конечно же хочется лучшего и по этой карте вы идете на встречу своему счастью на встречу своему солнцу и на встречу своим амбициям по этой карте я вижу очень амбициозных людей финансовое поле конечно оставляет желать лучшего и то что касается денег здесь проблемки все таки есть даже у тех у кого были проблемы со здоровьем ранее ситуация вашего здоровья стабилизируется но нужно пропивать какие-то таблетки поддерживать себя в норме у тех у кого нет никаких отклонений в общем то вы думаете о работе думаете о делах и о болезнях вообще старайтесь не думать давайте теперь посмотрим что происходит в вашем седьмом доме седьмой дом отвечает за партнерство во внешнем мире любого рода коммуникации с другими людьми и также партнерство в паре для тех кто в браке для вас выпала карта девятки мечей к сожалению эта карта говорит о том что из-за чего-то вы волнуетесь если говорить о партнерстве в паре о личных отношениях то вы где-то себя даже чувствуете комфортнее чем ваша вторая половинка у него или у нее слишком много страхов фобий эти страхи передаются и вам страхи материальные страхи потерять страхи того чтобы удержать я вижу что многие из вас люди собственники вы ревнивы эта карта предполагает то что проблемы какие-то в вашей паре ранее были они есть и сейчас но при желании если вам дорогие эти отношения вы способны их сохранить и здесь есть что сохранять многих из вас объединяют дети общий быт у кого-то имущественные моменты эта карта может говорить о том что ваш партнер до конца в чем-то может вам не доверять но вы способны своего партнера успокоить я вижу что вашей второй половинке нужна психологическая поддержка и если вы его или ее поддержите вашему партнеру станет значительно легче вашему партнеру как будто бы в чем-то не хватает уверенности но отношения в паре сохранить возможно даже для тех у кого они доходили до разрыва давайте возьмем все таки сюда дополнительную карту и для вас выпадает карта пожар жезлов эта карта конечно суеты придирчивости какой-то хитрости со стороны двоих партнеров то есть возможно вы играете на чувствах друг друга ваши отношения могут также вмешиваться дети потому что эта карта ребенка если у вас маленькие дети вы также переживаете о том как будут развиваться отношения даже если у вас маленькие дети я вижу что они не хотят чтобы родители расставались то что касается внешнего мира здесь тоже есть неуверенность но карта пожар жезлов говорит о том что если вы не будете впадать в эти страхи в эти депрессии культивировать прошлые неудачи в своей голове а наоборот будете активными если вас что-то интересует и за какую-то идею вы будете бороться то у вас все получится почему потому что пажи это всегда активность это всегда друзья связи знакомства и здесь мы видим не просто пожар это человек у которого есть определенная стратегия и первая карта также об этом говорила за вашей спиной вижу по раскладу что очень много сплетен зависти то что касается вашего дома и семьи здесь тоже кому-то не безразлично то как вы живете и что в вашем доме происходит ваша жизнь может обсуждаться кем-то давайте теперь посмотрим в дом риска в восьмой дом в зависимости от того что в этот дом выпадает о том мы и поговорим в том риска выпала карта туза жезлов это новые начинания новые начинания для вас сейчас в сложностях что-то может не получаться на что-то может не хватать либо сил либо финансов эта карта также может говорить о том что в какой-то момент вы можете терять бдительность и делать опрометчивые поступки принимать неверные решения давайте все таки возьмем сюда также дополнительную карту у тех у кого существуют вот эти самые новые начинания у каждого это что-то свое но попробуем прояснить ситуацию карта башни карта разрушений говорит о том что этот месяц не самый благоприятный для любого рода начинаний будь то купля продажа развития нового бизнеса в идеале благополучными для вас будут исключительно творческие проекты то что касается дел здесь лучше повременить так как все-таки в дом риска выпала карта башни она может показывать казенные дома и говорить о том что у кого-то есть проблемы с казенными домами либо с какими-то бумагами что-то пока не в порядке и что-то нужно приводить в порядок давайте посмотрим что происходит девятом доме девятый дом отвечает за дальние дороги и за образование в девятый дом выпала карта королевы кубков для женщин это карта творчества развития одухотворенности и порыва для тех кто получает образование вы будете развиваться дальше вы будете получать дипломы все у вас будет нормально для тех кто только планирует в этом периоде какие-то курсы мастер-классы тренинги также идите к своей цели в особенности женщины если говорить о мужчинах то ваше развитие полностью зависит от женщины скорее всего а женщины светленькая это может быть ваша возлюбленная это может быть ваша женщина муза которая вас вдохновляет на что-то новое в вашей жизни если говорить о дальних поездках для женщин они возможны тут что-то упирается в финансы но финансы на задуманные дороги вы найдете и вы сможете их осуществить короткие дороги в этом месяце уже вижу даже на дальние расстояния у кого-то в конце месяца получится осуществить поездку для мужчин ваши дороги зависят от женщины давайте посмотрим что происходит десятом доме 10 дом всегда говорит о достижениях о результатах месяца будете ли вы довольны и для вас выпала карта девяточки кубков эта карта счастья наполненности и радости а это говорит о том что вы радуетесь имеющимся результатом вы сможете неплохо поработать но сможете и неплохо отдохнуть почему потому что эта карта предполагает отдых встречи с кем-то из тех кого вы любите напитки вкусная еда возможность с кем-то поговорить по душам эта карта дружбы и дружелюбия любви и взаимности поэтому эта карта говорит о том что в этом мире вы не одиноки есть тех кто вас любит и те кто вас во многом поддержит для кого-то эта карта может говорить о том что предстоят какие-то семейные праздники либо торжества может быть это чьи-то дни рождения и возможно вам нужно подумать о подарочках или о том чтобы организовать вот этот самый отдых даже если пока вы его не планировали давайте посмотрим в 11 дом одиннадцатый дом расскажет о ближайшей дружбе и также о финансах во второй половине месяца четверка мечей говорит о том что может накопиться хроническая усталость поэтому отдых по девятки чаш вам просто необходим в работе и в отношениях с людьми могут напомнить о себе старые проблемы либо старые обиды на кого-то из близких друзей людей тех кого вы хорошо знаете вы обижаетесь если говорить о мужчинах у вас есть обиды на женщину если говорить о женщинах вы обижаетесь на какую-то подругу знакомую или родственницу но ваши отношения также возможно восстановить но вы как будто бы этого не хотите усталость пресыщение финансах все-таки могут быть какие-то ограничения либо из-за каких-то внешних факторов которые есть над вами либо из-за состояния здоровья то есть вам нужен отдых своевременный давайте теперь заглянем 12 дом этот дом расскажет о ваших самых больших страхов в двенадцатый дом выпала карта шестерки кубков это карта семьи очага родных и близких почему-то вы переживаете в особенности те кто только выстраивает отношения вы переживаете о том что у вас не будет семьи не будет любви не будет очага что у вас не будет деток если вы хотите и способны еще где-то рождению но это ошибочно у вас все будет хорошо не поддавайтесь вот этим вот мыслям которые поглощают и затягивают вас видите какая карта выпадала для вас в седьмой дом с этими страхами вы должны справляться для тех у кого уже есть семья для вас важно отношения в доме чтобы была любовь чтобы было понимание возможно не всегда это есть либо что-то мешало пониманию ранее для вас важно сохранить то что вы имеете вы боитесь потерять стабильность вы боитесь потерять баланс давайте посмотрим на карту основного совета для вас для вас выпала карта туза монет эта карта говорит о счастливом случае о том что в чем-то вам должно повести в этом периоде многие события будут складываться для вас благоприятным образом и вам нужно будет вовремя ухватиться за ту удачу которая предоставится вам жизнью за те шансы и возможности которые могут быть как в лице обстоятельств так и в лице других людей эта карта может вас призывать к тому чтобы вы подумали о новой работе о новом партнерстве о новых рабочих начинаниях о том чтобы как-то увеличить свои доходы если для вас выпадает такая карта то она говорит о том что у вас такие шансы будут поэтому думайте и начинайте действовать уже сейчас уважаемые козероги давайте постараемся подытожить весь ваш расклад в вашем раскладе есть три материальные карты даже четыре если брать карту совета это page это шестерка монет это двойка монет их в конце концов карта туза монет эти карты говорят о том что финансово вы будете оставаться на плаву но в вашей жизни есть какая-то конкуренция есть какая-то борьба в вашем раскладе также имеется два старших аркана эта карта старшего аркана мира и карта башни которая выпала в дом угрозы несмотря на то что в чем-то вы можете развиваться из-за официальных моментов что-то в вашей жизни пока может тормозиться но все-таки на результаты этого месяца выпала благоприятная карта девятки чаш и она говорит о том что как бы там ни было результатами этого месяца вы будете довольны и научитесь жить в моменте же жить здесь и сейчас радоваться жизни и помните о том что вы должны уметь контролировать свои эмоции и свои страхи всем добрый час всем удачи всем позитива я не прощаюсь с вами помните о том что каждую неделю у нас есть свежие недельные прогнозы для тех кто еще не успел подписаться подписывайтесь и пишите конечно же в обратных сообщениях как для вас этот расклад проигрался и была ли для вас эта информация полезной всем до свидания